Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вехи истории». Сегодня у нас в гостях Тариел Евтихевич Ткишелиадзе, водитель первого класса автотранспортного филиала нашего предприятия. – Здравствуйте, Тариел Евтихевич! – Здравствуйте! – Очень рады Вас видеть в гостях нашей передачи. – Спасибо! – Вот мы познакомились с Вашей биографией. Получается, что Трудовой стаж Ваш начинается здесь в 1977 году. – Да. – Но Вы уже и до этого где-то работали. – Да. – Где? – Да. Я после окончания школы города Кутаиси, Брузии, буквально через неделю устроился на автомобильном заводе слесарным сборщиком на главном конвейере. Собирали тогда там бурзовые автомобили, проработали до 1975 года там, пока в армию не призвали. – То есть это была Ваша первая запись в Трудовой книжке, да? – Первая, да. Год с лишними там Трудовой книжки, запись, все. После этого служить пришлось на Украине, Киевском военном округе. И после армии приехал на Дым. – В 1977 году, получается, да? – В 1977 году, в начале декабря. – А как приехали? Ведь тогда же по комсомольской путевке, по распределению, вызов? – Ну да, это очень интересно. – Вообще очень интересно, извините, что перебивают, Ариэл Евтихевич. Как Вы могли вот такой край благодатный, Грузию солнечную, променять на север? Ведь это же экстремальные условия. – Да я сам никогда не подумал бы, чтобы так получится. Но когда прослужил год, когда подумал, задумался хорошо, и в какой-то месяц у меня появился, что поехать куда-нибудь поработать на несколько лет, подняться на ноги, купить машину, допустим, помочь родителям. – И задумывался об этом, если честно Вам сказать. – И как же Вы нашли эти пути? – Я в армию возил высокое начальство, я имею ввиду, чиновников. Моего начальника, которого я возил, у него здесь, над имя, работал племянник. И когда я готовил бумаги, характеристики, отсылал их в разных предприятиях, там, в Сибири, в Дальнем Востоке отсылал, я могу всех организаций перечислить даже. Ну, в один прекрасный день меня начальник говорит, что ж ты так, что я тебе подписываю, что ты там надумал, что-нибудь такое. Да я говорю, хочу куда-нибудь уехать после службы, говорю, поработать, там, несколько лет, туда-сюда. А он говорит, так, ну, ты поедешь, мол, а где это, чего это, так. Ну, говорит, потерпи чуть-чуть, говорит, ко мне должен племянник приехать, говорит, звонил, заехать. Я с ним тебя познакомлю, он тебе расскажет. Может, если согласен будешь, говорит, пожалуйста, отпустим тебя, говорит, туда. Ну, в самом деле, так и получилось, приехал, рассказал бы про это, про наш город, про климат, по развитию, будущее какого-то у города. И, короче... Расстояние не напугало? Нет. Из Украины в Надым? Нет, нет. Наверное, тогда еще города-то не было. Вообще-то, если честно вам сказать, почему-то вот в Сибирь хотелось мне, вот не могу, и работать на грузовых машинах, вот, почему-то вот повозить трубы, вот это вот, меня вот до сих пор думаю, почему это у меня еще уже в армии еще вот даже. А это вот и есть, наверное, та характеристика, да, вы принесли, которую вы отсылали, да, в разные... Да, вот эта характеристика... Подписанные военкоманды, да, замкомандиры, поличасти, да, в этих многих местах я отсылал, имею в виду, что получить, обычно все закрыты же, в Сибирь пошли закрыты, чтобы недоступно было, так просто. Ну, некоторые там приходили ответы, некоторые, такие ответы приходили, что наше автозаспортное предприятие укомплектовано, водители им не нуждаются, да, ну, не нуждаются, не нуждаются, да. И потом так получилось, что... В 77-м году счастье улыбнулось, да. Да, решил, когда уже конкретно, уже Надим, посоветовался с родителями, они там против были очень-очень, ведь-то у меня брата нету, один сын, и тот говорит, потеряешься где-то там, туда-сюда. Ну, в итоге все-таки было принято решение ехать Надим. И начал готовиться, начал готовиться, переоделся чуть-чуть, помогли там за склад, дали мне летную курточку, перешили мне военные брюки, чуть-чуть расширили. Армейские, да, брюки? Армейские, да, армейские, да. Шапка там, сапоги там, внутри теплое белье, туда-сюда, и я улетел. Ну, до этого, наверное, вызов получили, да? Да, да, да. До этого, конечно, пригласил, вот она, вот эта бумага, который... А вызов-то у вас был? Сохранили я его, да. Надымское отделение, дирекции строящихся газопроводов. Да, 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 да. И вот я, в принципе, вот получил путевку по этой бумаге и приехал сюда. Приехал до Тюмени, там были, там была проблема, народа много, Надим вообще тяжело. Помогла вот эта комендатура военная, которая была на первом этаже, там, с левой стороны. В аэропорту, да? В аэропорту самой, да, они мне, когда билет показал, все в документе показал, все, они мне помогли и посадили меня на грузовой самолет, и я грузовым самолетом прилетел в город Надим. Утро, рано, и это год седьмого было, так, это грузовой самолет, ну, и рейсовый. Какой это был месяц, день, что это было? Это было седьмое декабря, декабрь месяц, седьмое декабря. Семьдесят седьмой год, да? Да, с семьдесят седьмом году. Короче говоря, идет, ну, люди идут в автобусы почему-то, ну, я следом за ними. Ну, один, я спрашиваю, город, ну, примерно, я так думаю, что аэропортов за городом же так. Конечно. Ну, город. Ну, мне надо было военкомат сразу. Я думал, военкомат, а потом оттуда будет проще все там пройти, посмотреть все. И когда подъехали мы здесь дальше Прометея, дорога-то была все комсомолская, это полярная, больше нигде нет, это ничего. Ну, и в одну руку держу чемодан маленький у меня такой, а в другую руку все, что было, деньги, все я достал. И протягиваю руку, и предлагаю водителю подобие того, что возьмите сами сколько надо. За билет, да? Да, за проезд. Ну, короче, он, когда деньги увидел, отвернулся и вообще не поставил на мою сторону смотрел. А я подумал, неужели мало этих денег, значит, около десяти рублей было там всего-то у меня. Ну, это хорошие деньги были. Тогда хорошие деньги, ну, мало что, не знаешь, когда, это самое. Говорит, у нас здесь деньги не берут. Хотя с этим товарищем мы много-много лет потом работали. И это наш Кавтовский тоже автобус был. Пять пазиков тогда всего было у нас, этот самый, в городе. Ну, нашим предприятиям я веду. Помните свой трудовой день первый? То есть вы устроились водителем работать, да, в эту дирекцию? Да, водителем, да. Ну, во-первых, я с товарища попросил приехать с ним по городу, чтобы назад добраться-то, вернуться самому, да, чтобы не это. Ну, прокатили, показали, чего-чего где-то. Ну, здесь-то, сами знаете, в те годы не так уж трудно было заблудиться. Да, 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 и не забыло заблудиться, то есть, а, и вот так начал. Посмотрел, прошел по магазинам, вроде так, консервация есть на первый раз, пока еще этот. В общежитие удали, сразу койку, имею в виду, в общежитие, и вот так начался. Я там поработал несколько месяцев, и потом перевелся. А на чем работали первое время там? На УАЗике. На УАЗике, да. А потом перевелись куда? Ну, в нашем КАФТе. КАФТ, да. Да, Доблести КАФТ. Ну, в КАФТе, когда устроиться было с самого начала, я хотел с самого начала устроиться, но очень тяжело было. Потому что народ был набранный, а техники не столько. И не было вот этого, что на одном машине 4 человека работали, там 2 человека, каждого была своя машина. И автопарк тоже здоровый вообще-то был, но все равно люди ждали технику. Еще мне поразило, там ни одна машина за забором, как говорится, не валялся, бесхозно там, или разграблено, допустим, или что-то. Все было в порядке? Да, все было в порядке, и все машины были в ходу, на ходу, имею в виду. А в КАФТе вас на какую машину посадили, на чем вы сначала работали? Я когда приехал, сразу неделю отработал, на УАЗике, там товарищ заболел, и после этого я на автобусе как раз. Я уже имел второй класс, имею в виду, на автобусе второй класс надо было. И отработали месяца, ну как, почему я бросил автобус, не бросил, а ушел с автобуса, имею в виду. Потому что в один прекрасный выходной день дежурил по гаражу, как раз первый двухсменный автобус, вот это начался тогда, потому что поток людей шла круглые ночи. То страсть возвращается, то ребята в 3-4 ночи часа привезти надо в гараж. Каждые полчаса надо было в город объезжать. И поэтому на двухсменку перевели, да? Да, сделали двухсменный автобус, и что постоянно люди, ну, пешком тогда мало. Можно было доставлять, да? Да, да, и люди то удивлялись, что то два часа уезжают, то три-четыре, ну, круглесок, то возвращаются поздно, поток там постоянно шел. И надо, не надо было, если даже людей не приехали, то есть ты должен круг все равно сделать. Хочешь, не хочешь, каждый полчаса круг, каждый полчаса круг. Ну вот диспетчер подходит, говорит, что надо директора привезти на работу. А директором кто тогда был? Ерин Виктор Геннадьевич, хороший руководитель, ничего плохого про него не могу сказать. Ну, я подъехал к ним по адресу, сели и едем. И он меня как-то, когда он приемлял на работу, была у нас какая-то беседа. Там, где ты хочешь работать, на чем хочешь работать, панга ты хочешь или на дым. Я говорю, да мне все равно, куда возьмете, туда и пойду, мол, и холостой, говорю, там, туда-сюда. Ну, он меня спрашивает, когда поговорили, там, как дела. Говорит, молодой парень, говорит. Что ж ты, говорит, в этом городе сидишь-то? Давай, говорит, на трассу. Тут трудовые подвиги совершаются такие, да? Да, тебе, говорит, ни семей, ничего нету, говорит, там больше заработка, и больше, и потом будет техника новая, получится, там, туда-сюда. Ну, как-то, знаете, как подумал, 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 да, в самом деле так, так. И через буквально двое суток я принял решение уйти. Утром отработал с ночной сменой, а вечером уже я поехал на Уренгое, на Урагане, ну, кого, Ильичу, Иван Ильичу подошел, говорю, возьмите меня в колонну. На чем, говорит, на Ураган. Даже люди оттуда, говорит, убегают, а ты туда, говорит, идешь-то? Да, говорю, иду туда, говорит. Мне хочется, говорю, поработать так-то. Ну, не против, абсолютно ничего не сказал. Ну, и так, и вечером мы уехали с напарником, Валером Ишаков, никогда не забуду, это вот когда. Ну, еще, мы до старого, до дыма, там, это неудобная такая мужчина, две кабины, зад, вперед, человек сидит, не повернуться ни влево, ни вправо. Видимость очень плохая, там, имею в виду, что творится справа, там. Он до старого на дыме, старого на дыме, переосадил меня за руль, имею в виду, заехали. И буквально до русского поля не доехали, остановили, говорит, остановился, пошли, я говорю, право. И вот так вот, с первого раза мне пришлось управлять за Пангодом, и да, остановились там. Ну, когда посмотрел, когда четыре ведра масла долили в двигатель, вот это меня удивило. Это не автобус, да? Это вообще, да, такой, такой еще в жизни у меня не было, что так. Хотя и знали это, приближение, вообще-то, что так. У них такая техника, да? Да, техника, да, такое-то. Ну, вот так, иначе сейчас у нас будет трудовой подвиг. И после этого я, если честно вам сказать, а, вот он что, сказали, что вот скоро будут курсы в Омске, в Белогазпромовской школе. Ну, как у нас сейчас вот здесь. Тогда единственное было, по-моему, учебно-курсового комбината, да? Да, и сварщиков учили. И вот нас отправили, там 18 человек, по-моему, было или 16, там, ну, специалисты, значит, водители механики колесных тягачей. Вот эту корочку ты должен иметь. И там обучали нас, имею в виду, в этом, в Омске. И там же я окончил курсы, ну, имею в виду, на первый класс обучился. Обучили нас там сразу. Что за, говорят, водители, там, с третьим классом на таких машинах должны работать, говорят. Если ты на нем сел, только с первым классом, говорят, должен сидеть. Ну, и вот так, и потом... После обучения, наверное, уже была какая-то другая техника, да? Я до обучения работал-то еще, это потом доехал учиться. А вернулся уже, и сразу, как говорится, начали. Я четыре с половиной года уже отработал на Урагане. И потом посылают мне, и Володя там, Хроновского, получит фауны. Ну, это нам сказали, что там... Что это за техника такая, фауна? Ну, название даже нас не увидели, ни фотографии, ничего. То есть тоже не знали, да? Да, ну, сказали, больше, чем ураган. Все. Ну, мы думали своим ходом. Ну, своим ходом она слишком габаритная. Во-первых, ну, разговоров нет было об этом. Получить их. А потом, говорят, посмотрим, что к чему, как. Ну, мы прилетели в Ленинграде, вот это, как говорится, в Ленинграде. То есть там получали, да? Да, там получали. Там причал здоровья, километров 60. Раз, две машины в одном участке. Там внутри автобусы, трамвай, это, особенно, транспорт ходит внутри базы. Ну, мы думали, что два-три дня, и нас отправят отсюда. Уже на машине не появились. Первый день не появились, если честно вам сказать. На работу оббежали. Ермитаж, как же приехать в Ленинград. Вы решили культурный уровень, да? Оббежали за минут 30. Ну, хоть бы так подумали, вот зашли мы туда, хоть знаем, если кто-то спросит, что мы там это сами. Ну, пришли на работу. Долго, на три месяца пришлось ждать вагонов. Там забита база была вот этой импортной техники, особенно с ФЕРГ, это, дальше, не вот это. Ждем, ждем. Каждое утро приходим, вагоны будут, не будут, будут, не будут, будут, не будут. А потом один там мастер, короче, давнейший работник подсказал, когда хорошо мы познакомились, так, говорит, ребят, вам ничего не получится, если там ничего, сверху не будет ничего, такое, говорит, или телеграмма, или там что-то. Вы долго еще будете, говорит, сидеть здесь. Ну, а что делать? Ну, говорит, что делать? А до этого мы ходили вот этому, там, местным чиновникам, говорит, у нас, поступила груз, значит, по очереди отправляем при поступлении там вагонов. Отправьте, говорит, в Москву телеграмму министру внутренней торговли, министру внутренней сессии, тогда работал сын Леонида Ильича Брежнева. Вот ему отправьте, говорит, и может что-то появится. Да, в самом деле, как ему пошептало, буквально на четвертый дом, этот самый, пришел телеграмма туда, срочно отправить технику для строительства газопровода по Мари-Ужгороду. Там, и дали вагоны нам, 12 вагонов сразу, эту платформу выделили, мы загрузились, ну, они загрузили эту технику и нас свалили, как говорится, выпроводили оттуда таким образом. Так что мы пробили три с лишним месяца там. До Уренгоя как раз строится же вот эта железная дорога. И вот 21 суток мы ехали до Уренгоя, с Тюмени. Ну, это уже по дорогам, так называемым, да? Да, ну, мостов не было, объезды, скорость там, хоть пешком ходили. А какое это было время года? Это 82-й год, мы приехали туда 1 ноября, а 1 сентября вот вышли с Питера, ну, имею в виду, все с Питера, с Ленинграда, да. Ни номеров, ничего, сразу с машины выгрузили с платформы, зацепились и сразу на работу. И куда ездили на этих машинах, куда воздали рейсы? Напур, вот пока, вот это первые точки были, Напур, в трубу возили там, оборудование. Ну, и там поработали месяца до Нового года. И на Новый год уже здесь, когда речка замерзла, можно было переехать. Мы только первый раз появились в городе Надыме. Тарел Ивтихич, ну, я вот смотрю, что фотографии принесли, да? Давайте мы их посмотрим. Тут, наверное, есть и ваши фауны, на которых работали. Покажите нам эти большие грузы, что это были за машины. Ну, вот здесь, вот, это, если можно там посмотреть, это перевозка трансформаторов. Это вот как раз они здесь установлены у вас, да, на платформе? Это вот, если вы на нуле за грибами ездите там, за Киевский, сразу резкий поворот налево. С правой стороны, видно там с дороги, прямо две штуки их стоят. Это еще с тех лет, да, как вот доставили их туда, да, там они установлены? Да, первые. Они весят 125 тонн. Сама мощина 60 тонн, 58 тонн. И вот попробуйте сейчас вот довезти его, чтобы не провалиться где-то в ручеек. Мосты тогда били там несколько штук всего еще. Ну, и бетонки как таковой не было, да? Но бетонка не обязательно била, но мосты не выдержали такой вес. Ни один мост не рассчитан был на такой вес. Механизм тоже не было подъемных таких. Рили траншей, загоняли прицеп туда, железную дорогу лишь все выставляли, и солидолом намазали сверху, и затаскивали. Так же и выгружали, потому что его ни один кран не мог тогда. Тогда не было таких кранов, и таких объемных он что-нибудь не был. То есть все на ходу решалось, да? Да, да. Кто еще был с вами в этих рейсах? Ну, эта фотография, сейчас что небесное, его нет живых, это Великий Виктор Алексеевич, это мой наставник. Это фамилия Великий, да? Да, фамилия Великий Алексеевич. Ну, нет, дети здесь, над ними работают. Это в Кафте он работал, да? Да, да. Я когда приступил в Кафте, вот, первый раз, когда с ним проехал на Ураганде, с ним проехал. Потом хорошо друг с другом дружили, он мужик такой, там, голосистый, туда-сюда. Ну, вместе с женой, да, с детьми до сих пор дружим, да, до сих пор есть. Да, он, да и партию как-то, вот это у меня, этот самый, он рекомендацию, мне, да, вот эта модя была такая. Да, нужно было вступать. Ну, вот это, наверное, никто не узнает сейчас. Но это, когда мы на Урагане работали, это мой напарник Петр Иванович Даниченко. Да, потом начальником, да? Да, да, наш директор потом. Мы с ним проработали более двух с половиной года. Я вот, когда получил на Фауну, он остался на Урагане еще. И потом он ПТУ там, потом главным инженером, потом начальником, короче, вот так. Ну, вот эти вот груза, например, это на Приозерном, мне кажется, точно. Еще и написано «Богатство Сибири на службу Родине». Да, 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 да. Ну, эти машины-то получены для чего? Когда Америка нам объявила тогда в 82-м году, чтобы не палки, колеса вставили, не построили вот эти газопроводы. Было закуплено вот эти машины для перевозки вот этих крупногабаритных газов. Наши обязанности были турбины возить, абсорбера, десорбера, сепараторы вот эти всякие, авогазы. Ну, много-много очень таких крупных, которых нельзя разобрать, нельзя разрезать, нельзя. И по весу они были. Вот турбины, например, по 68 тонн были такие там всякие. Ну, так что все киэски, которые, начиная от Ямбурга, до Октябрьской, вот это Андра, поселок Андра там, вот до него все... Это все ваши маршруты, да? Все маршруты наши, да. Там перекидки бывали такие, что вот летом надо полностью киэску перекидывать, с Хитина, например, перекидывали на Сосновку. Вот от Приозорки еще, потому что там дороги не было, чтобы летом доехать. Все делали зимой, да? А здесь по-новому поступила беда, и все построили беда, допустим. Ну, такие корректировки бывали, всякие там. Тарел Ивтихич, ну, вот такой большой опыт у вас уже за рулем. Вы, наверное, и молодежь готовили? Были у вас ученики? Да, молодежи, конечно. У нас предприятия, когда... Способны на сколько были? Так заведено в нашем предприятии, кто бы не был бы там, да, как вам, как говорится, голова какая не была бы. По нашим принципам, стажировку надо проходить, работу и ознакомиться. Молодым, да, кто приходит? Молодым и даже, можно сказать, и этот самый. У нас это заведено. Да, даже с опытом большим, если люди будут, все равно. Особенно, у нас идет большое обновление, очень много молодежи сейчас. Да, многие приходят, ну, небольшим, допустим, там, стажем, не работали на таких-то машинах. А у нас стараются, чтобы почти, чтобы они адаптировались, ну, и на одном машине, допустим, на нескольких, там, допустим, и легковой, и грузовой. Сейчас нету тяжелых машин у нас почти, можно сказать, так что. Так, и вот их много стажировалось, почти месяц, там, два месяца раз всегда бывает такой шоп. Но подготовили учеников? Не одного, наверное? Ну, многие, работают ребята, да, и хорошо, нравится, когда встречают, влюбаются. А вот скажите, на ваш взгляд, какими качествами должен обладать водитель? Хотя, казалось бы, крути баранку, но и тем не менее, да? Ну, да, да. Ну, водитель должен, во-первых, любить свою технику, должен знать его в сильные и слабые стороны, должен держать его в бесправном состоянии постоянно, и при технических ситуациях, самое главное, принять правильное решение. И все. Вот самые основные такие, вот, если можно сказать. А основные-то, его не купите, да, не за партой научитесь. Это приходит с опытом, это приходит... Нужно просто набраться терпения, да, если хочешь стать профессионалом, становиться им, да? Да, да, не сразу, не сразу, все-таки, да, не сразу. Скажите, Тарел Тихич, ну, вот вы постоянно находитесь за баранкой, наверное, в отпуск отдыхаете или в отпуске тоже за рулем? Да, если честно сказать, как дорога появилась, я постоянно на машине и на «Жигулях» ездил, и такой тоже. В Грузии? Да, более 5000 километров расстояние до моего дома, от Надима до моего дома. Да, и один много частенько тоже еду. По пути заезжаю, знакомим, с кем я работал здесь в Надиме, с кем дружили, имею в виду. И хорошо повидаешься, там, приятно даже. И также возвращаемся, побольше грузов берем чуть-чуть, чтобы... Дорога уже знакома, да? Да, 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 и много-много раз, даже почти каждый год. Вот так что для этого меня радостность, если честно сказать. Нет такой, что там пока. Я бы сейчас и в любое место поехал, допустим, везти. А сегодня вы на какой машине работаете? Ну вот, последний шестой год уже, в 2010 году, короче говоря, с этими, сами знаете, кризисной ситуацией, там, экономия, вот это, все, фауны наши были остановлены. Они до сих пор стоят в пангодах, на приколе. Вроде сейчас выставлены на продажу, вроде там уже кто-то и покупает его. Да, в самом деле, они себе оправдали, сделали все очень много по бездорожью. Но такие техники сейчас в данный момент нереально держат и вообще на них работать, имею в виду. А когда вот у меня фауна остановился, Иван Манжелов у нас работал, он тоже с нами на фауне работал, но он давно уже ушел оттуда. Здесь как раз на Зильке этот самый, Мусоровуск, оказывается, освободился. Да и говорят, хватит тебе трасса там туда-сюда, давай, мол, переходи сюда. И мне дали вот эту машину. Ну, сейчас вот буквально, ну, на Зильке мы работали, через день бегали пангоды. Вы сами знаете, что отходы сейчас вывозим пангоды. А вот уже второй год получили новые такие машины, чисто газовые, на метане. Хорошие машины, вестими. Они оправдали себя, имея в виду. Сейчас уже они сделали очень большую экономию, имея в виду. Если мы ходили через день, две машины, а сейчас недели раз ходим. И она вмесается все, в нем мушнейший пресс. И машина вообще-то прекрасная. Как-то сказать, повезло. От самой большой машины на самой такой. Он маленький, но компактнее такой. Тарел Ильтихич, не могу не спросить. Вы у нас человек, у которого очень много наград. Вот в вашей трудовой книжке есть почетные грамоты ЦК КПСС еще, потому что в 70-е годы работали. Почетная грамота, ну и потом уже мэра Надыма и Надымского района. И в прошлом году вам была вручена благодарность, да, Министерство энергетики. Вот среди всех, ну, наверное, какие-то не назвала я. Среди всех какая самая для вас важная, значимая? Да, награды мне вообще, имею в виду, очень много этих. Бело, если их перечислить всех, да, там, от Миллера, от Минтопа, Нерго, там, от чужих людей даже, которые не относятся ни к Газпрому, на которых мы работали, доставляли груза неблагодарность. Ну, казалось бы, да, все они так, имею в виду, приятное было, когда их получал. Ну, сами такой среди них, есть у меня такая награда, там, заслуженный работник Надыма Газпрома. Вот это, по-моему, ближе все равно для меня. Мне это Москва, там, Миллер, это все, ладно, там, понимают, они виши, поэтому, да. Ну, раз я всю жизнь проработал, можно сказать, Надым Газпромом, вот это для меня, чтобы я такую грамоту получил, я вечно довольный от этого. И даже когда их перебираю, я всегда говорю, что вот это для меня больше всего значения имеет, чем там, допустим, другое какое-то. Поздравляю вас, это очень хорошо. Спасибо вам огромное, Тарел Ивтихич, за то, что поучаствовали в нашей программе, за интересные рассказы. Я, в свою очередь, хочу вам вручить вот комплект дисков, ну, на пенсию, наверное, когда соберетесь, будете смотреть, а может быть, еще и до пенсии, посмотрите, поработайте, всего доброго вам. Еще одну секунду, если можно, хочу всех передать, как говорится, от передачи большой-большой привет, с кем я работаю и работаю, и тех друзей, которые сейчас отдыхают, и, в вторую очередь, пожелать моему предприятию, вот этой СТ, хороших трудовых успехов, достижений и долгие-долгие существования. Ради «Газпрома», ради наших людей. Вы можете своим коллегам сказать, что нашу передачу можно будет посмотреть в Ютьюбе. Я думаю, что там ваш привет они услышат и увидят. Спасибо вам. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Я напоминаю вам, что с другими героями передач вы можете познакомиться в Ютьюбе. Для этого достаточно в поисковой строке набрать название нашего предприятия «Газпром. Добыча на дым» и название нашей программы «Вехи истории». Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»